шалом дорогие друзья всем добрый день сколько лет сколько зима у меня такое ощущение что давно я вас не видел и мы находимся прямо вплотную к празднику шивот великому еврейскому празднику получение торы дарование торы праздник шивот который будет уже через сегодня на 44 день у мира значит получается через пять дней проходит еще пять дней и на шестой день уже начинается праздник шивот великий праздник которого мы ждем мы ждем наконец-то получить тору как видно как слышно напишите пожалуйста дорогие друзья и тогда мы продолжим как видно как слышно салом 1 салом на таван салом зоя благословений благословенного 7 дня как приятно когда приходят зрители и изучают тору вы реально большие молодцы то что вы посвящаете свое время самому важному занятию в мире изучение торы написано что каждое слово торы которые мы изучаем по-настоящему это как все заповеди вместе взяты ну естественно мы изучаем тору для чего для того чтобы ее реализовывать но и в самом изучении торы есть очень 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 большая заслуга как видно как слышно хорошо слышно супер и так дорогие друзья мы сегодня поговорим о том какое качество является основой всей торы с божьей помощью вам расскажу о силе маленьких шагов и с божьей помощью расскажу о том что дает нам то и этот урок я посвящаю возвышению душ погибших в трагедии на горе минор на горе мирон да быть благословенна память этих праведных людей и я также хочу посвятить этот урок тому чтобы как можно скорее воцарился мир земле израиля с божьей помощью только сладким путем через радость и здоровье итак дорогие друзья мы начинаем для начала я хочу привести вам очень интересный мидраж из книги эйн яков он приводит этот мидраж мидраж это часть устной торы я очень люблю цитировать этот мидраж который прольет нам свет на то как получить тору что главное какое главное качество для получения торы и вот примерный перевод этого мидража который приводит книга яняков в начале встал бен зама и спросил какой пасук включает себя всю тору и ответил шма израэль ашем элу кейну ашем эхад слушай израэль бог наш бог один встал бен на нас после него и сказал есть пасук пасук это стих вторе да который больше включает себя в всю тору какой пасук который мы знаем от рабе акиве в авто лера эха камоха возлюби ближнего своего как самого себя встал шимон бен пази и сказал есть пасук который еще больше включает в себя всю тору и что это за пасук одного ягненка приноси утром а второго ягненка приноси в меж вечере и тут мы не понимаем о чем трещи более того встал обе плони это аноним и сказал аллаха как бен пази то есть аллаха как рабе шимон как шимон бен пази который сказал одного ягненка приноси утром а второго ягненка приноси в меж вечере что это означает при чем тут ягненок вообще мы понимаем слушай израэль мы знаем что бог один да это основа всей торы возлюби ближнего своего да это основа всей торы но что это такое ягненок какое отношение он имеет ввиду к торе и объясняют наш мудрецы что самое главное качество для того чтобы реализовывать всю тору это зашифровано в этом по суки про ягненка это качество постоянства потому что этот пасук говорит о постоянном жертвоприношении которое было в храме и намекает на качество постоянства если мы научаемся постоянство то есть постоянно делать какие-то маленькие даже вещи но постоянно брать на себя маленькие 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 обязательства и их держать сдерживать брать на себя маленькие дела и делать их с постоянством то тогда таким образом на самом деле выстраиваем всю тору вот мы таким образом можем реализовать потихонечку всю тору с божьей помощью и именно постоянство молитва она приобретается постоянно молитва три раза в день праведный религиозный мужчина должен молиться это постоянство праздники соблюдать праздники как полагается для этого тоже нужно постоянно любая вещь которую не возьму любая серьезная вещь она требует постоянства правильно напишите кто согласен единичку кто не согласен нолик буду рад так что люди пишут божьей поддержки святой земле нашим солдатам момент и мы вас благодарим за ваши замечательные уроки спасибо вам большое спасибо всем кто со мной сейчас здесь вот пошли единички отлично согласно согласно отлично если не согласны напишите почему буду рад я люблю спор адекватный и так мы продолжаем и и дорогие друзья этот миндраж нам намекает также что главное для получения торы это постоянство это подготовка что каждый день я что-то делаю для того чтобы подготовить себя к этому великому дню получению торы даже малюсенький шажок чтобы стать лучше быть более готовым к получению торы это хорошо знаете есть такой хасидут идут есть хасиды знаете хасидут называется хасидут александр и в чем фишка этого хасидута в чем его акцент что они делают акцент на подготовку к исполнению заповеди они каждой заповеди готовятся например к кедушу да вот например шаббат они человек хасид александр сейчас стоит перед бокалом вина шаббат готов делать кедуш для него главное главный акцент это на подготовке к таки ду к этому кедушу он думает какие кого нот какие намеревания должны быть он готовится к тому чтобы сказать этот кедуш сделать эту митву максимально хорошо готовится есть подготовка кто-то может готовиться минуту кто-то пять минут это может быть целый час подготовка от подготовки зависит наша митва и смотрите интересно что как называется наш праздник шавод что такое шавод есть еще кстати много имен у нашего праздника который грядет праздник получения торы хага бекурим называется праздник первинок хага кацир праздник урожая да если не ошибаюсь и почему называется хага шавод это праздник который дан творцом это имя которое дано творцом этому праздник что такое шавод шавод это как вы думаете что не поверите это означает недели недели шаву это неделя шаву от недели что за недели что за имя праздник я понимаю назвать праздник праздник доромания торы праздник урожая да это я еще понимаю недели что за недели что это означает говорят наши мудрецы что этот праздник так называется потому что недели 7 недель мы не к нему готовимся то есть это еще раз намекает нам и мы постоянно говорим это слово шаву от и в торе мы читаем слово шаву от это намекает нам напоминает нам что самое главное для того чтобы получить тору это подготовка и смотрите есть такие интересные гематрии у нас всего идет 49 дней подготовки значит есть 32 первых дня это гематрия лев ламы тб кто знает иврит кто знает гематрия лев это сердце то есть первые 32 дня сердце скажем так сфера тоомера это работа над качеством а потом идет еще 19 дней 32 плюс 19 49 и следующие 19 дней которых мы сейчас находимся эта работа над осознанием какой великий подарок тора какой великий подарок мы скоро получим и 19 17 извините 17 это гематрия слова то хорошо и слово то в эту употребляется именно в связи с со словом тора например келеках то в нато тела хэм тора те альтазову потому что доброе наставление я дал вам говорит всевышний моей торы не оставляйте это написано в притчах царя шлюмо 4 глава 2 послуг и что мы получаем когда мы получаем тору тора это законы всевышний исследование этим законам дает нам постоянную настоящую полноценную жизнь на все уровнях дает нам изобилие дает нам счастье тора дает нам смысл жизни тора дает нам исполнение нашего предназначения и цха им и нам ахази кимба древо жизни она для держащихся за нее а поддерживающие ее счастливо говорит царь шлюмо в своей книге мишлей притчи царя соломоны тора дает нам здоровье и физическое и психическое душевное и желание изучать тору способность понимать тору исследовать ей радость и удовольствие от изучения торы все это мы получаем в праздник живот знаете есть такой пример живот подобен дню когда работник приходит на отчетную встречу с директором фирмы и директор решает повысить работника в должности или не повысить и повышение в должности зависит от чего от того насколько работник готов дальше продолжать работать ну а повышение должности это естественно означает по улучшению условия работы повышения зарплаты и то же самое всего вот всевышний смотрит насколько мы на самом деле хотим исполнять его волю. Смотрит, насколько мы хотим принять на себя Иго, Его Тора и Его заповеди. И чем больше мы хотим этого реально, тем больше мы получаем новых сил для изучения Торы. Тем больше мы получаем здоровье, изобилие, мира в семье, материального благополучия. Получаем новую должность в Торе. Понимаете? И Всевышний на самом деле очень хочет дать нам Тору, но получить ее или нет, это наш выбор. Выбор за нами. Выбор за тобой, дорогой друг. Получить Тору или нет? Так, что нам пишут друзья? Так, вот кто-то уже поставил ссылку на Влад Козов поставил, спасибо. Ссылку на поддержку урока. Дает Веру, что вот, конечно. Смотрите, для тех, кто хочет поддержать урок, я дополняю. Ну-ка проверим, что это та же самая ссылка. Вот мне дали ссылку для поддержки урока. Кто, кому нравится урок, кто видит эту информацию важную и хочет, чтобы она распространилась, поддержите этот урок. Это будет хорошо, это митцва. По вот этой ссылке. Да. Итак, мы продолжаем, дорогие друзья. Знаете, где засекречена вся информация о выборе? Первый раз, когда Тора говорит про выбор, это там все засекречено, вся информация о выборе. И когда это говорится? Когда Всевышний говорит Каину, а ло им тейтив с эт. Здесь засекречена вся информация о выборе. Перевод этой фразы, этого пасука, этого стиха из Торы, ведь если будешь добро творить, возвысишься. Если станешь лучше, возвысишься. Так говорит Всевышний Каин. А что такое творить добро, исполнять волю Творца? Потому что таким образом мы приносим добро всему мирозданию и себе. Понимаете? И всему мирозданию, и себе. Когда мы делаем добро, мы приносим. Когда мы исполняем волю Творца, таким образом мы приносим добро и всей Вселенной, всей Вселенной и себе. И поэтому человек должен себя постоянно спрашивать, что Всевышний требует от меня сейчас? И как же узнать, что Всевышний хочет от тебя сейчас? И в Торе написан ответ. Говорит нам Творец, «Сын мой, дочь моя, каково твое положение сейчас, в эту секунду? Не важно, что ты сделал до сегодняшнего дня. Не важно, что ты пережил. У этого нет никакого значения. Здесь и сейчас ты можешь продвинуться». Это то, что он говорит Каина, по сути. Я просто переначиваю это другими словами. «Чуть-чуть продвинуться, с толщиной волоска даже». И это то, что я хочу от тебя, говорит Всевышний. И не потому, что эти волоски потом превратятся в толстую веревку, по которой можно будет подняться к Творцу, и по которой мы поднимаемся к Творцу. Вся жизнь как волосок. Всевышний не хочет от тебя достижений. На самом деле. Поймите эту фразу, осознайте эту фразу. Всевышний не хочет от тебя, на самом деле, достижений. Потому что достижения – это от Творца. Что-то мы достигли или не достигли, это зависит только от Творца. что хочет от тебя Всевышний все Всевышний хочет от тебя только усилий и тогда он дает тебе достижение тогда он дает тебе все усилий, но постоянных усилий понимаете? немножко желания немножко вложения, немножко труда и это все здесь и сейчас из того места, где ты находишься ими сейчас именно сейчас и не когда я заработаю первый миллион не когда я закончу университет не когда я справлюсь с то или иной проблемой нет, здесь и сейчас знаете, есть такая фраза в Торе такой пасук что Всевышний говорит, что если вы не примете Тору то он поднял над ними гору как таз написано в Медраше и сказал, что если вы не примете Тору то там будет ваша могила что такое там? и вот одно из объяснений, которое мне очень нравится что там это означает когда человек говорит вот, когда я закончу институт я буду счастлив или начну изучать Тору соблюдать Тору по-настоящему служить Творцу вот, когда я женюсь я буду счастлив вот, когда у меня родится первой ребенок я буду счастлив вот, когда я заработаю первый миллион я буду счастлив и так далее и постоянно он оттягивает, 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 смотрит в будущее, это уже привычка становится. И в результате, что получается, человек может дойти до 120 лет, и все время говорит, вот там я буду счастлив. То есть, получается, он не живет, он живет где-то в будущем, он не живет здесь. И это называется, там будет ваша могила, не о нас будет сказано. Так, что пишут люди? Ага, нет записи, хорошо. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. И это то, что сказал Всевышний Каин. У Каина, как мы знаем, возникло негодование из-за того, что Всевышний не принял его приношение, да? А у Эвеля принял. И он решил убить Эвеля, Каин решил убить Эвеля. Каин опустился духовно до уровня, которого мы не видели на земле до этого. И вообще не видели, наверное, на земле. Смотрите, он был не только убийцей, он был первым убийцей в истории человечества. Да, то есть, мне кажется, я не знаю, но мне кажется, что возможно, это такой очень-очень низкий уровень, до которого человек опустился. Я не знаю, самый ли это низкий уровень. И почему это так плохо по отношению к Каину? Потому что это патент, записанный на его имя. У каждого убийцы есть что-то от Каина. И несмотря на это, несмотря на всю низость его положения, мы все понимаем, насколько низко он опустился тогда. Что Творец ему говорит? Он говорит, что у тебя есть шанс. И в чем он заключается? Всевышний не сказал Каину, что раскайся, опастись, мучай свою плоть. Нет. Им ты тиф с эт. Если станешь лучше, возвысишься. Потому что раскаяться – это начать духовное продвижение. Из того места, где ты находишься здесь и сейчас, без каких-либо ожиданий. Понимаете? Здесь и сейчас продвигаться маленькими шагами. Кто может большими, зная, что он точно сможет, пусть продвигается большими. Но каждый должен в соответствии со своими ресурсами, со своими способностями и возможностями продвигаться к Творцу постоянно. Всевышний хочет от нас маленьких шагов. Если вы можете, чтобы шаги эти были большие, тем больше, тем лучше. Но нужно брать только те вещи, которые вы можете удержать. Ни в коем случае не брать такие обязательства, которые вообще вас сломают. И вообще наши мудрецы, например, Раф Салантер говорит, что если хотите взять обязательства, например, по работе над собой, над своими качествами, берите что-то очень-очень маленькое. И только одно. Например, Раф Шах говорил, когда я вас спрашиваю, какое обязательство взять, он говорил, возьмите прочитать Беркат Амазон. Беркат Амазон, это благословение после трапезы, по Сидуру. Итак, дорогие друзья, я рассказал вам о словах на ведраше, что главное качество в иудаизме это постоянство. Я вам рассказал о силе маленьких шагов и рассказал о том, что дает нам Тора. Спасибо всем, кто был со мной. Всем желаю эффективной, радостной, здоровой подготовки к дарованию Торы. Если вам понравился этот урок, поддержите его по этой ссылке, его продвижение. Если нету ссылки, то вот еще раз посылаю. В принципе, есть ссылка, не надо посылать. Итак, дорогие друзья, каждый цент, посвященный вами, будет принят с благодарностью. Спасибо всем за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok